Всем привет! У меня сегодня яблоки. Хочу сегодня приготовить на зиму обалденный яблочный напиток живчик. Но я здесь подготовила яблоки. Яблоки у меня зимние из собственного сада. Я их залила здесь водой и сейчас их буду мыть. Яблоки я буду нарезать на дольки. Попутно буду вырезать вот такие ненужные части. Где-то червивые, где-то подгнившие. Мне нужно нарезать яблок. Полное 10-литровое ведро. Но я расположилась на улице. Ведро я здесь подготовила. И сейчас буду нарезать наши яблочки. Ведро яблок я нарезала. И так как ведро у меня здесь большое на 14 литров, ведро я нарезала неполное. Вы знаете, что яблоки у меня здесь остались. Здесь, вон там, в корзинке. И я решила двойную норму сделать напитка. Поэтому эти яблочки я сейчас высыплю и буду нарезать еще. Ну а яблоки я сейчас буду пересыпать вот в такой большой таз. Я надеюсь, все у меня сюда влезет. Вон. Сколько получилось. Сейчас все это разровняем. И пойду нарежу еще тоже такое же ведро яблочек. Нарезала я еще одно 10-литровое ведро. И также сюда буду засыпать в этот таз. Вот так. У меня получился полный большой таз яблок. И сейчас яблоки будем заливать кипятком. Заливать кипятком, друзья, будем яблоки на ночь, чтобы наши яблоки дали сок. На 10 литров нарезанных яблок нам нужно взять 15 литров кипятка. Так как у меня здесь 2 ведра 10-литровых нарезанных яблок, кипятка я буду брать ровно 30 литров. Вода у меня уже закипает. И сейчас будем заливать наши яблочки. Ну а теперь заливаем, друзья, наши яблочки кипятком. И мне в этом помогает мой муж. 30 литров кипятка сюда вливаем. Так. Сейчас еще будем вливать. Так. Муж заливает еще яблоки наши кипятком с большой кастрюльки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечься. Горячо. Обжигается паром. Все. Залили наши яблоки кипятком. Ну и сейчас, друзья, я беру тазик, закрываю вот так крышкой. У меня здесь есть вот такая большая крышка. Делаем вот такой, как называется, гнет, кипяток. Гнет. Так как больших кастрюль у меня нет, чтобы все это сделать, я буду делать это все в тазу. И поставлю сейчас какую-нибудь баночку сверху, чтобы наши яблочки были все в воде. И вот так яблоки наши сейчас оставим на ночь. За ночь наши яблочки дадут сок, дадут свой аромат, вкус. А потом завтра будем дальше заниматься нашим напитком. И я покажу, что буду делать завтра. Ну что ж, наши яблочки постояли ночь, отдали свой вкус, свой аромат. И хочу сказать, что я часть яблочек с таза переложила в кастрюльку, так как на газовой плите у меня оставался еще кипяток. Я также яблоки залила кипятком. И что сейчас будем делать? Сейчас будем доставать вот эту крышку. Вот так аккуратненько. Я ее уберу. И посмотрите, друзья, какие яблочки красивенные. Они у меня стали розового цвета. Вон какие красивые. Также в этой кастрюльке у меня был гнет. В таз я не смогла положить. А сюда в кастрюльку, конечно, вам не видно, наверное. Я положила крышечку поменьше, вот такую. А сверху накрыла родной крышкой кастрюльку. Тоже здесь. Я не знаю, видно. Вам не видно, наверное. Камеру я по-другому поставить не могу. Также у меня здесь тазу, вернее, в кастрюльке также яблочки замоченные. Посмотрите, какая красота. Какие ароматы стоят. Так, что я сейчас буду делать? Я сейчас вот эти яблочки все буду отсаживать. Ну, сейчас будем наши яблочки отсаживать. Я с кастрюльки уже отсадила, так как у меня здесь стол занят этим большим тазом. Поэтому я вам не показывала. Ну, а яблоки я просто беру вот так сито. Набираю яблочки и вот так отсаживаю. Здесь я пододвинула таз. Куда вот эти яблочки, друзья, я буду выбрасывать. Яблоки. С яблоками этими я ничего не буду делать. Их у меня с удовольствием кушает мой кабанчик Фунтик. А вы, если хотите, можете перекрутить эти яблочки на мясорубку. Добавить туда сахара и сварить обалденные повидла, друзья. Вот так. Я же ничего с ними делать не буду. Я попробовала, кстати, одно яблочко. Оно безвкусное. Весь свой вкус, аромат. Наши яблоки отдали нашей водичке кипятку, которым мы заливали яблоки. Вот так по-простому отсаживаю, друзья. Ситом очень хорошо вычерпывать, если вы делаете в тазу, как я. Вот с кастрюлькой, друзья, я черпывала вот такой вот ложечкой дыровой. Так как сито туда у меня не лазит. Видите, какой цвет нашему компотику дали яблочки. О, какая красота. А яблоки у меня даже не потемнели, когда их резала. Всё, яблочки переложили. Теперь вот этот наш компот будущий. Водичку эту сейчас будем процеживать через марлечку. Также я вам этого показать не смогу, так как у меня здесь маленький стол, а камеру я по-другому поставить не могу. Поэтому я её сейчас всю процежу. Тошлочок положу. Процежу, а потом вам покажу, сколько у меня сока получилось. Я отсадила сок, получилось у меня две большие кастрюли, друзья, самого вкусного напитка. Сейчас мы кастрюльки наши ставим на огонь и будем его кипятить. Обязательно отсаживайте сок через марлечку. Поставила я кастрюльки с яблочным напитком на газовую плиту. И сюда сейчас я буду добавлять сахар. Сахар я буду добавлять по своему вкусу. Я буду сыпать сразу из пачки. Вот так размешивать. Пробовать на свой вкус. Яблоки у меня были зимние. Они у меня были, друзья, кислые. Если у вас яблоки сладкие, добавьте ещё чайную ложечку лимонной кислоты на одну норму, на 10 литров кипятка или на 10 литров яблок нарезанных. Одну чайную ложечку лимонной кислоты. Я вот так размешаю. Сейчас добавлю сахар в другую кастрюльку. Здесь попробую. Пробуйте всё на свой вкус. Как вам нравится. Вот такой яблочный напиток обалденный получается. Обязательно, друзья, себе приготовьте его. Это очень-очень вкусно. Яблочки дали свой вкус, свой аромат. А я сейчас попробую. Обалдеть, как вкусно. Но сахарку добавлю. Я люблю немножко, чтобы было послаще. Лимонной кислоты добавлять не буду, так как яблоки у меня, как я уже сказала, были зимние и кислые. Вот так сахарку добавили. Добавлю я потом уже в другую кастрюльку без вас. И будем кипятить минуту или две с момента закипания наш яблочный напиток. Разливать по баночкам и закатывать. Яблочный напиток у нас уже закипает. Я поставила стерилизоваться крышки. Баночки помыла. Банки я не стерилизовала. И вы знаете, что я придумала. Я пошла к себе в сад и нарвала чёрные рябины. Вот так ножничками я посрезала с веточками. И хочу добавить наш яблочный напиток для более красивого цвета. Буду добавлять сразу вот так с веточками. А потом я просто эти веточки вымю. Чёрная рябина придаст нашему напитку более красивый цвет. Много добавлять не буду, так как чёрная рябина, она... Ой... По вкусу мне не очень нравится. Она такая как приторная что ли. Но цвет очень красивый даёт. Я когда закатываю яблочный компот в банках вместе с яблоками, я всегда добавляю её. Вот сегодня почему-то мне захотелось так сделать. Добавить сюда для цвета немножко вот таких ягодок. Размешаю. Много добавлять не буду, но цвет наша чёрная рябина нашему напитку придаст. В эту кастрюльку накидаю. У меня в этом году чёрной рябины очень мало на кустах. Вот так. Муж пришёл. На рыбалку собирается. Пошёл за газеткой домой. Ну а напиток сейчас закипит и рыбинка даст очень красивый цвет. Ну а я ещё хотела сказать, если у вас чёрной рябины нет, можете добавить сюда в яблочный напиток любые другие ягодки для цвета. Чёрную смородину, чернику, можно добавить малинке. Она придаст более розовый цвет вашему напитку. Но так как у меня яблоки не потемнели вчера, когда я их резала и заливала кипятком, мой яблочный напиток дал мне более бледный цвет. Более бледный цвет, но по цвету мне не нравится. Поэтому я решила добавить сюда немножко ягодок для цвета. Они придадут, конечно же, ещё и свой вкус. Я вот эти ягодки потом просто возьму вот так, очерпаю ложечкой или возьму черпачком каким-нибудь. У меня ложечка дырявая есть, такая же самая. Я их просто уберу, а компотик чистенький, без ягодок, я закатаю в баночки. Крышки у меня простерилизовались, баночки, я уже говорила, я намыла. Компотик сейчас закипит. Пробуем по вкусу и добавляем сахар. На 10, на 15 литров воды, я уже, наверное, запуталась, наговорила вам. На 15 литров воды и 10 литров нарезанных ягод сахара нужно взять приблизительно 600 грамм. Но берите по своему вкусу. Обалденный компотик получается. Намного вкуснее, если вы готовите его в банках. И просто яблоки заливаете в банках. Кипятком или сиропом. Видите, какой цвет получается? Вам видно, наверное, или не видно, не знаю. Ягодки уже дают свой цвет, но компотик у нас еще не закипел. Вот так. Варим дальше наш компот. Напиток, это не компот, друзья, это получается обалденный напиток-живчик. Очень и очень вкусный и ароматный. Обязательно себе приготовьте такой напиток, если вам некуда, друзья, одевать яблоки. Если у вас под ногами яблок много, из паданок можно делать. Я срывала с дерева, так как под яблони у меня яблок мало было. Можно сказать, и не было. Все погнили, которые нападали. Мы с мужем нарвали яблок. Яблони у меня зимние, кислое, поэтому по вкусу я сюда добавила немножко больше сахара. А если у вас яблоки сладкие, добавьте лимонной кислоты. Можете смешать кислые яблоки и сладкие яблоки. Но пробуйте все на свой вкус. Я пробую, вот так стою. Ароматы обалденные в доме стоят. Такие компотики очень любят детки. Обязательно приготовьте. У кого есть маленькие детки, такие компотики. С удовольствием зимой. Такие компотики можно попить. Не только взрослым, но и деткам. Намного полезнее, чем покупать покупные какие-то напитки. Здесь все без химии. Без различных добавок, натуральных. Друзья, напиток яблочный получается. Видите, какой цвет получается? Нет? Красивее. Ничего не видно за пара. Я только одна вижу, какой цвет. Все, буду дальше варить наш компотик, наш напиток яблочный, живчик. А потом будем разливать, друзья, по баночкам и закатывать. Ну что ж, наш яблочный напиток, живчик, приготовился, закипел. Будем разливать его сейчас по баночкам и закатывать. Я буду разливать мерной кружечкой, по чуть-чуть. Чтобы мы, друзья, не лопнули баночки. В одной кастрюльке у меня еще закипает наш напиток. А в одной кастрюльке уже закипел. Вот так разливаем. И будем закатывать. Вот так вот. Закрываем крышками. Крышки я простерилизовала. И дальше наш яблочный напиток я буду разливать без вас. А потом покажу, сколько баночек у меня получилось. Ну вот и закатала я яблочный напиток баночки. У меня получилось его ровно 22 литра. Самого вкусного, чудесного, ароматного яблочного напитка живчик. Из двух ведер, нарезанных яблок и 30 литров кипятка у меня получилось ровно 22 литра. Обязательно приготовьте себе такой напиток. Друзья, если у вас есть свои сады и под ногами у вас валяются яблочки, и вы не знаете, что с ними делать. Яблочный напиток просто обалденно вкусный. Открыв баночку такого напитка, зимой будете вспоминать о лете. Но баночки я сейчас переверну вниз крышками и укутаю одеялом до полного остывания. Когда остынут, занесу в холодное место. Готовьте такие яблочные напитки, друзья. Вы не пожалеете. Это очень-очень вкусно.